Мы знаем, что есть много умных людей, которые не очень преуспели в личной жизни. Есть много умных людей, которые часто выглядят как маленькие дети, в реальной жизни они не умеют ориентироваться. Есть умные люди, даже гениальные люди, с которыми очень тяжело создать личный контакт, или которые не построили не самые удачные семьи. Именно в силу того, что ум оказался не единственной важной частью человеческой жизни, и встала другая тема, тема наших чувств. Оказывается, человек создан не только из хорошо развитой головы, но у него есть еще сердце, но у него есть еще чувства. То, что мы называем на языке иудаизма, это нефиш. В нефиш, в нашей душе есть очень большой эмоциональный мир. Мы, как выходцы из бывшего Советского Союза, это часть нашей души, и никто особенно не развивал. Наоборот, все чувства подавлялись. Нам говорили, нельзя слишком смеяться, это неприлично. Нельзя слишком много говорить, что люди подумают. Нельзя быть таким веселым, радостным. Люди могут сглазить или могут плохо подумать о тебе. Ты не должен показывать себя. Особенно во времена нашей тяжелой истории, во времена Сталина, когда все должно было бы держаться в тайне. Когда, не дай Бог, ты не мог сказать ничего, что у тебя происходит внутри. Когда каждый человек оглядывался, чтобы его не предали, чтобы его не посадили в тюрьму. В силу этого образовался определенный тип человека. Русский интеллигент, который работает в основном головой, который в узких кругах может немножко открыть свое сердце. Но в основном то, что говорят о нас, израильтяне или другие, русские не закрыты. Русские не закрыты, потому что их эмоциональный мир никогда им не давали места открыться. Потому что это были определенные табу, запреты. Ты не так говоришь, ты не так сидишь, ты говоришь лишнее. Лучше помолчи. Мы часто слышали от близких людей, от учителей, да, не высовывайся. Поэтому в силу этого, да, в силу этого эмоциональная жизнь вообще у современного человека, и особенно у человека выходца из России, она оказалась не очень и очень развитой. Но вопрос не только... Спасибо большое. Вопрос не только в том, что у нас есть эмоции, и что мы называем себя часто эмоциональными людьми. Вопрос в том, что мы с ними делаем. Вопрос в том, как мы умеем управлять теми, как мы умеем выражать их. Насколько мы знаем, что происходит с нами, когда вдруг, как атомная бомба, мы можем взорваться совершенно неожиданно для самих себя. Мы можем начать кричать, а потом ужасно переживать, зачем я это сделала. Это каким-то образом вырвалось. Или мы начинаем говорить какие-то глупости, и нам хотелось говорить совершенно другие вещи, мы ужасно переживаем. Или наоборот, мы очень держим себя в руках, и тогда нам тяжело выразить самого себя, тяжело вступить в контакт с другим человеком. И особенно эти вещи становятся проблематичными, когда мы выходим замуж, женимся, когда мы хотим построить отношения с другими людьми, в коллективе, когда мы хотим понять самих себя и научиться выражать себя. Потому что настоящий здоровый, душевный человек – это человек, который умеет пользоваться своими чувствами, не меньше, чем своей головой. Для того, чтобы немножко сделать для вас это более мухаши, более ощутимо, я хотела бы сделать небольшое упражнение. Я надеюсь, что мне удастся это сделать. Есть такие так называемые прожективные карточки. Я хотела бы, чтобы… Я сейчас обойду вас. Чтобы каждый из вас взял по три карточки. Вот Ора сделает. По три карточки, не глядя. На этих карточках есть разные изображения. Раздели. Не глядя, возьмите по три карточки. Не глядя, не глядя. Я надеюсь, что хватит. Если ты видишь, что не хватает, это может быть две. 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 Сейчас из этих трёх карточек выберите одну, которая соответствует вашему чувству сейчас, в данный момент. Что вы чувствуете? Из трёх выберите одну. Как работают эти карточки? Сначала посмотрите, что вы видите. Да, вы поняли. Сначала посмотрите, что вы видите на карточке. Из трёх выберите одну, которая соответствует вашему состоянию сейчас. Теперь, если… Что, что, если вы можете, повернитесь друг к другу, разделитесь на пары и расскажите о своём чувстве. Какое это я чувствую? Это маленькое-маленькое упражнение на минуту, на две минуты. Минута одному человеку, минута другому, да? Что я вижу на этой карточке? Как это относится к моему состоянию сейчас? Пусть будет втроём. Это не имеет значения. Но упражнение дается две минуты. Петя, вы поедете в ангаринтончик, а не у нас? Петя, вы поедете в ангаринтончик, а не у нас? Петя, ты же знаешь, мой муж привёз, мой муж был, чтобы он… Обычно, когда он мне привозит, это он должен какие-то свои дела делать, и мои дела, и это всегда будет в тридцать. Да, я чувствую, ангаринчик. Это одна и лаэнгилла. Нас видят? Да. Бельхуши-мандарин? Да. Всё, вы сделали? Чувства. Пожалуйста, попробуйте определить чувства. Микрофон. А, сюда говорите? Это для этих, это для тех. Девочки, не обязательно очень подробно. Главное – определить, какое чувство. Какое чувство у вас есть сейчас, которое вы можете… Кто-то хочет сказать, один человек? Карточка чувства. Сейчас. А? Всё, вы закончили? Кто-то хочет назвать какие-то чувства? Ваши чувства? Без карточки просто. Что вы чувствуете? Никто ничего не чувствует? Вы боитесь сказать о чувстве? Что-что? Можно с карточкой? Да. Как эта карточка относится к тому, что вы чувствуете? То, что вы увидели на карточке? Скажите просто чувства. Мне очень холодно. Холодно. Я попробую. У меня ещё есть причина, почему я попробую. Но всё связано. Угу. Холодно – это трудно сказать или это чувство? Холодно – это не чувство. Может быть, вы чувствуете холодно в душе? Если вам холодно физически, это ощущение. Я думаю, что если вы оденете что-то тёплого, вам сразу станет лучше. Нет, сейчас ещё нет. Иногда может быть холодно в душе. Тогда это чувство. В душе есть беспокойство. 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 Беспокойство, страх. Что ещё? Какие чувства у тех, кто сидят здесь? Неудовлетворённость. Что-что? Неудовлетворённость. Неудовлетворённость. Чувства неудовлетворённости. Что ещё, девочки? Говорите о чувствах. Радость. Радость. Слава Богу. Холод, беспокойство, неудовлетворённость, да? И радость. Да есть радость. Что ещё? Это покажи тюрьмить. Я тебя обрабатываю. Скажите чувства, не обязательно картинку. Боль и радость. Что-что? Боль и радость. Боль и радость. То есть и боль, и радость. Такое тоже бывает. Одновременно и боль, и радость. А? Это два противоположных чувства. Орочка протестирует. Теперь я хотела бы, чтобы вы ещё раз делали, только это слова. Это были картинки, сейчас слова. Точно так же. Три карточки. Да, да, три карточки. Теперь посмотрите, насколько слово, которое вы... Опять три слова из них выберите. Слово, которое больше всего подходит к тому чувству, которое вы сейчас определили. Там на английском и на иврите. Я надеюсь, что какой-то из языков вы поймёте. Кто не понимает слова, обратите к соседу. Это английский иврит. А вот такая карточка что означает? Ну, там есть другие ещё, там есть три других. Если, если... Ты можешь без слов, да, то, что называется. Значит, вы из трёх карточек выбираете одну, которая помогает вам, дополняет то чувство, которое вы определили до этого. Ну что, вы нашли? А? Нашла? Вы все сделали? Вы можете сказать какие-то слова? Одно из трёх. Одно слово, которое дополняет то чувство, которое вы до этого определили. Вы из трёх карточек выбираете одну карточку, одно слово, которое дополняет то чувство, которое вы до этого определили. Вот, напомните, как его зовут? Нина, у вас было чувство радости, я помню, потому что вы были почти единственные. Слово от слоха. Каких-то других, вы можете спокойно выражать и мысли, и чувства. Что-что? Сейчас, секундочку. Не знаю, это ваш выбор. То есть чувство это было агава и пахот. Это очень интересное сочетание. Боль и радость, агава, пахот. То есть в одной карточке вы увидели и… Где написано? На карточке. Агава, пахот. Как вы? Что для вас это? Не обязательно иметь… Вполне нормальное сочетание. Нормальное сочетание? Это страх потерять любовь? Нет, это страх за близких. Страх за близких. Всегда. И какое слово? Хохма. Хохма. Чем хохма вам может помочь? Добирать себя внуки. То есть понять, что не все так страшно вокруг, да? Если мы начинаем пользоваться… Если мы начинаем пользоваться умом, то мы понимаем, что все не так страшно, и что наши страхи часто преувеличены. Дашка, кто еще? Не бойтесь, девочки. Интуиция. Интуиция. Самое. Что-что? Самое. Сколько? Да, сколько так можно было. Слово интуиция? Да. А карточки, а какое чувство? Слово. Нет, подожди. Мы сначала говорили, что первые выбрали чувство. Сейчас, когда выбрали слово. А, нет, я не то сделаю. Давай. Марго. Ну, у меня, значит, карточка, такой магнит, который притягивает к себе деньги, успех, значит, все-все-все. И вот… Какое ты чувствуешь? Какое ты чувствуешь? Ну, вот такая успешность, удовлетворенность, легкость, наверное, в достижении цели. И слово, которое я выбрала, это «хофеш». И, наверное, «хофеш» от всего плохого, и такая полоса хорошего, и свобода от негативности. Оставили все негативное, и вот такой магнит… Может быть, понятие «свобода» тоже дает позитивные вещи? Конечно. Это то, к чему мы стремимся. Каждый стремится по-разному. Может быть, именно для тебя конкретно «хофеш» он дает тебе позитивные эмоции, позитивные чувства. Понять «хофеш» от негативного, «хофеш» еще чего, да. «Хофеш». Какое чувство в той карточке? В той карточке? Да. Что если я пойду тем путем, к которым я всегда шла, то я упаду. То есть страх какое чувство? Страх падения. Падение. Страх падения. Какое слово? Мини-ют. Это то, что мне как бы из всех слов, оно больше подкрыт. Ага. Моё, да. То есть вы боитесь упасть именно в этих вещах? Нет. Нет, это… Это те вещи, которые спасут. Это те, как бы с одной стороны… То, что спасет. Как бы да, мне хорошо. С другой стороны, что… Вы не замужем? Замужем. Это то, что… Да. То есть человеческая близость, близость мужа поможет вам. Да. Угу. То есть то, что мы сейчас сделали, мы с вами сделали то, что мы говорим, интеллигенция решит эмоциональную интеллигенцию, да. Мы взяли чувство и к нему приложили ум. Слово в данном случае, оно символизирует наш здравый смысл, наш ум. Сейчас я хотела бы вам показать… Можно? Есть такая небольшая схема, по которой я хотела бы вам показать, что же такое, о чём мы говорим, что включается интеллигенция решит, почему она такая важная, да, сейчас в наше время и вообще в реальной человеческой жизни. Почему мы можем быть успешными, очень умными, может быть даже гениальными и не преуспеть в самых маленьких ежедневных делах, не преуспеть в отношениях с детьми, в отношениях с мужем, да. Где же этот ключ? Где этот ключ к успеху в реальной жизни? Где этот ключ к успеху в реальной жизни? Да, то есть мы как бы можем оказаться там, где мы хотим быть, да. У нас не вся жизнь идёт на чистой спонтанности, на автоматических вещах, да. Мы многие из вещей строим, мы осознаём и строим себя, свои мысли, свою жизнь. Как это строить? Одну из вещей, о которых мы сейчас говорим, я бы хотела вам показать, где она включается. Ты мне сделаешь, да? Нужно сюда говорить. Надо выключить свет. Собственно, ничего, ничего, ях, это... Надо потушить свет. Мы говорим, что такое интеллигенция, рикшит, эмоциональная. Здесь наивритель для тех, кто понимает, но это соединение нашей головы и нашего сердца. Когда мы правильно объединяем наш ум и наши чувства, мы правильно себя ведём. Мы сначала... Вот он, да? Мы правильно ведём себя. То есть от того, насколько обычно первична эта мысль. Мысль, как правило, она очень-очень краткая. Она может быть даже на уровне автомата. Когда-то в детстве мы решили для себя, что мама нас не любит. Это может быть в какой-то момент детства, когда мама не дала сладости или когда нас наказали. И тогда у нас мысль, мама меня не любит, она вызывает определённые чувства. Чувство гнева или чувство отражения. И дальше идёт реакция. Реакция — это грубое высказывание, реакция — это нежелание слушать, реакция — это уход из дома. Такие вещи часто происходят потом и в переходном возрасте. Сначала мысль заводит чувство, чувство заводит наше поведение. В тот момент, когда мы корректируем нашу мысль и когда мы корректируем наше чувство, оно вызывает совершенно другое поведение. В тот момент, когда я понимаю, мама была неправа, может быть, но она мне сказала слегка. Или мама хочет меня воспитать. Или мама, когда мы уже взрослыми людьми осознаём, что мама это делает не потому, что она нас не любит. У нас вызывает совершенно другое чувство. Чувство сожаления, чувство раскаяния, чувство любви. И тогда мы ведём себя совершенно иначе. То есть наше сердце и ум идут всегда вместе. Мы только не всегда отделяем. Мы не знаем, у нас очень часто в душе, в животе, внутри нашего тела у нас очень большой балаган, очень много путаницы. И у нас всё идёт вместе. Поэтому у нас вместе наш ум, вместе с чувствами, и у нас вместе оценивают поведение, как один большой клубок. Поэтому очень важно отделить, да, какое у меня есть чувство, что я сейчас чувствую. После этого, что я думаю. Можно дальше? А то, что мы говорили с вами, да? Сделай так, чтобы твои мысли находились там, где ты хочешь быть. Амин. И в шар ли адам льгёт лоба сэхал львадо, лоба рэгэш львадо. Тони царих льмазэк это сэхаль в рэгэш их дав. Рак тхуна амешкалеш вэ, а маозэн это сэхаль им рэгэш. Тиви это адам льятец лаха гмура. Это Раф Кук. Он говорит, что невозможно жить или одной головой, или одними чувствами. Только равновесие между головой и чувством могут привести человека к настоящему успеху. Что такое, видите, IQ напротив EQ? Что такое это IQ? Есть очень много в настоящее время, есть очень много критики по отношению к тесту IQ. Тест IQ прежде всего показывает интеллектуальные способности человека, к которому человек приходит в этот мир. Как правило IQ, его можно немножко развить. Наш интеллект мы можем развить. Но в основном это приобретённое острождение. Это то, с чем мы приходим в этот мир. Кроме всего прочего, то есть его можно развить, но ненамного. Кроме всего прочего, IQ показывает ваши математические способности. Способности к мышлению, способности к абстрактному мышлению. Он во многом зависит от возраста. Он показывает только определённую область. Когда мы говорим о эмоциональной интеллигенции, эмоциональная интеллигенция, в основном, безусловно, есть люди, которые рождаются по характеру намного более общительные, чем другие люди. Люди эмоционально, которые умеют работать с чувствами. Но в основном это вещь, которая приобретается. На дне можно работать, нужно работать. И очень важно осознать, что это такое, чтобы можно было с этим реально работать. Доминочка, давай. Они показывают, что такое IQ. То есть IQ, прежде всего, связана с наукой. Она говорит о определённых цифрах возможностей человека, интеллектуальных возможностей человека. Самым ярким представителем высокой IQ, высокой интеллигенции, это был Эйнштейн. Это был человек, который, как сказано, он задействовал большую часть своего интеллекта и реализовал её в жизни. Что такое интеллигенция Рикшит? Интеллигенция Рикшит, она пришла из области социальной интеллигенции. Она пришла для того, чтобы рассказать, что есть отдельное чувство, есть отдельно ум, есть отдельное поведение. И только через правильное осознание этих вещей мы можем прийти к гармоничной жизни. Прежде всего, посмотрите, картинка, можно её как-то, да? Это когда открывается немножко голова, и она пускает в себе чувства. Давай дальше. Я уже говорила об этом. Даниэль Гольдман — это человек, который впервые в 1995 году принёс в мир это понятие интеллигенции Рикшит. Он говорит, что это та вещь, которую необходимо изучать. И начиная с 1995 года очень много книг было написано именно на эту тему. Очень много воркшоп с одного проходят на эту тему. Есть книга, которую я вам покажу потом, называется «На иврите интеллигенция Рикшит», где он подробно описывает о том, как мы, не осознавая, чем мы живём и что нами управляет, как мы ведём в этой жизни. Он говорит, что большой источник, источник драм человеческих происходит именно потому, что люди не понимают, что из неё происходит. Он много говорит о преступниках, которые живут на уровне только очень сильного даха, во очень сильной тяги к каким-то вещам, не осознавая, что ими ведёт. Очень много жизненных трагедий. Он рассказывает об одной истории, когда семья с мать, муж и жена, с девочкой, которая была на Кесагальгале, мы ехали в поезде по мосту. И этот мост взорвался. И вся эта семья вместе с другими людьми, которые были в поезде, они начали тонуть. Это всё упало в море, они стали тонуть. И мать с отцом сделали всё, чтобы вытащить эту дочку-колёку вместе с Кесагальгале, вместе с коляской и внести её в спасательную лодку. Но при этом они сами шли по дну. То есть это пример того, что у этих родителей был очень сильный человеческий инстинкт. Они мало думали, они делали, чтобы спасти этого ребёнка. То есть в данной ситуации, безусловно, это сильный родительский инстинкт. Но очень часто большие преступления происходят тоже из ощущения спасения себя или спасения человечества. Можно дальше. Интеллигенция, рикшит, мать с Алихиана делится прежде всего на личную. Человек должен знать, что происходит с ним. Он должен уметь работать со своими чувствами. И умение общаться с другими людьми. Значит, прежде всего, это самопознание. Что со мной происходит? Что я чувствую в данный момент? Какое чувство у меня? Как я могу это чувство выразить в правильной форме? И второе — это эмпатия. Эмпатия. Это умение понять чувства другого человека. Это умение понять чувства другого человека. Увидеть по его выражению лица, что он чувствует. Умение помочь ему или войти с ним в какой-то человеческий контакт. Эти качества ей необходимы для того, чтобы мы жили нормативной человеческой жизнью. То есть, прежде всего, есть первое, как делится интеллигенция рикшита, это мадеута тьми и диатра гашот. То есть, очень важно, есть люди, у которых чувства очень внутренние. Это то, что мы называем интроверты. У интровертов — это эмоциональные интроверты. Это люди, у которых очень глубокие внутренние чувства, и они не всегда знают, как им управлять. И если такого человека его заденут, то он не всегда сможет сказать, «Вы меня задели, мне это больно. Вещи, связанные с этой темой, приносят мне боль». Такой человек обычно начинает очень сильно кричать или ругаться, потому что он ощущает, что на него нападают. В тот момент, когда у нас есть много-много сильных чувств, и эти чувства неосознанные, они выходят, как искроварки. Стоит приоткрыть чуть-чуть эту свою чувствительность, начать немножко кричать чувства, как тут же начинает выходить море-море непереработанных чувств. Поэтому прежде всего понимание, что происходит внутри. Я всегда советую людям, у которых внутренние глубокие чувства, реализовывать их через искусство, через творчество. Писать, для того, чтобы вытаскивать их наружу и понимать их. В тот момент, когда мы пишем, мы начинаем больше понимать, что с нами происходит. Мы начинаем отделять чувства от мысли. Можно проговаривать. Когда мы идём к психологу или разговариваем с подругой, это то, что мы делаем. Мы пытаемся объяснить самих себя, мы пытаемся понять, что с нами происходит. И через это мы успокаиваемся, нам становится легче. И мы обучаемся узнавать о самих себе. Ты можешь вернуться немножко? Да. Второе, то, что мы говорим, кроме Даута Цмета, это не «оль рогашот». Не «оль рогашот» — это не закрыть свои чувства. Это не сказать себе «ты не можешь обижаться». Это не сказать себе «ты не можешь гневаться». Несмотря на то, что в Иодоте, в иудаизме, сказано, что человек, который гневается, он как служитель звёзд, как служителя вода зыра. Но то, что говорит Иодот, он имеется в виду не ощущение гнева, а как мы его выражаем. То есть любой человек, он ощущает, любой живой человек, он может ощутить гнев, он может ощутить радость, он может ощутить разочарование. Вопрос, что мы делаем с этими чувствами. Очень хорошо говорите чувства. Я очень гневаюсь. Пирав Зильбер, он никогда не выходил из себя. Он мог стукнуть кулаком по столу и сказать, я сейчас очень гневаюсь. Когда мы говорим о чувствах, мы даём им выход. Я очень радуюсь. Меня это очень огорчает. Я очень стесняюсь. Мне это очень мешает. Я сейчас, у меня сейчас большая боль в груди. Или я сейчас переполнена разными-разными чувствами. В тот момент, когда мы говорим, выражаем, мы даём им место. И тогда мы можем вступить, кроме того, что мы выражаем самих себя, мы можем передать себя другому человеку. Третья вещь — это создание мотивации. Как это ни странно, но мотивация во многом зависит от наших чувств. Вы знаете, что немотивированные люди — это какие люди? Это люди очень грустные. Это люди печальные. Это те, кто в чём-то где-то отчаялись. В тот момент, когда у нас появляется желание чего-то достигнуть, это прежде всего наши чувства. Это умение и управлять этими чувствами. Я хочу собрать себя, я хочу себя сконцентрировать, я хочу прийти к цели. Для этого мне нужна мобилизация всех моих чувств. То есть наша мотивация во многом зависит от того, насколько мы умеем собрать свои чувства, опознать их и идти дальше. Эмпатия. Эмпатия — это вещь, которая наверняка знакома нам всем. Это умение слушать другого человека. Это умение понять его. Без эмпатии невозможны близкие отношения. В семейных отношениях обычно женщина всегда, она очень любит и хочет, ждёт от мужа, чтобы он её услышал. Для неё важно не что он ей посоветует, или что он ей скажет. Для неё прежде всего важно, чтобы он услышал, что с ней происходит. Женщина в этом плане, у неё есть больше способности услышать другого человека, и вообще больше способности к эмпатии. Мужчины никогда это не развивали. Вообще всё, что связано с воспитанием мальчиков, оно было связано на одной вещи — будь мужчиной. Что-то чувствовать — это проявление слабости. Если ты плачешь, значит, ты слабак, как девчонка. В последнее время с этим очень много работают, очень меняют подход к мужскому воспитанию, к воспитанию мальчиков. Начинают понимать, что у мальчиков точно такая же эмоциональная сфера, как у девочек. Просто девочки дают возможность выхода этому. А мальчиков их подавляют. Им говорят, ты знаешь, настоящий мужчина — это не тот, кто чувствует, а настоящий мужчина — тот, кто делает. И обратите внимание, у мужчин очень много стоит на действиях, на светах, на действиях. Не позволяет себя часто почувствовать. Поэтому если ваш муж расчувствовался, или ваш сын, или близкие люди начинают, мужчины, они плачут или ощущаются, что они растроганы чем-то, это всегда нужно поощрять. Это не плач жалости. Это не плач, когда, да, я бедный, несчастный, это должен меня пожалеть, хотя это тоже иногда имеет место. Это выход чувств. Плач — это выход определённых чувств. Это или переполненность, или горе, или плач радости, такое тоже бывает. То есть у каждого сказано, что слёзы — это то, что нас очень… Что слёзы — это то, что очищает сердце человека. Эмпатия — это одна из основных вещей, которые связывают человека с человеком. Да, мы всегда ищем людей, которые могут нас услышать. Мы не всегда умеем сами это делать. И поэтому я тоже — это вещь, которая уже необходима, да, почувствовать чувство другого человека. Как это возможно? Это возможно через найти у самого себя это чувство, которое у вас когда-то появилось. Если, не дай Бог, у вас когда-то кто-то умер, и вы приходите утешить другого человека, вы можете вспомнить то чувство, которое вы вызвали, тогда и понять его. Интересно, что когда мы приходим утешить человека, который сидит в шива, у нас прежде всего по лохе, по закону, нужно подождать, пока он первым начнёт говорить. Потому что наша основная задача — это услышать. мы не должны говорить, мы должны слышать боль другого человека. Это самый высокий уровень эмпатии. Это умение услышать человека в самый тяжёлый момент его жизни. Но эмпатия нужна и для радости, и для другого спектра эмоций. То есть в эмоциональной жизни был такой психолог Экман, который определил шесть видов чувств. В наше время мы пользуемся в основном основными — это боль и наслаждение. Но чувства, которыми мы пользуемся, кроме этого, — это восторженность, это стыд, это вина, это радость. Я думаю, что немножко дальше мы увидим разные проявления чувств. Все это вместе ведёт к тому, что мы можем построить нормативные отношения с другим человеком, безусловно, с мужем, с детьми. Когда у нас есть мадаута тьми, когда мы знаем, что происходит внутри, когда я могу эти чувства правильно ими управлять, выразить их в правильной форме, в правильном месте. Нет понятия хороших или плохих чувств. Есть понятия «как и когда я их выражаю». Шлома Мэллах сказал, что к каждому чувству есть время и место. То есть для того, чтобы… Для этого существуют определённые периоды в жизни человека. Для этого существуют праздники, для этого существуют порим, когда мы должны веселиться. Для этого существует тиша-баав, когда мы должны скорбить. И эти все времена для того, чтобы каждый знак мог выразить все свои чувства. Например, сегодня был Асраббет Вет. Сказано, что в этот день всё плохое, весь этот эвол, который был у нас в течение года, мы можем по-настоящему почувствовать. То есть есть время для того, чтобы прочувствовать этот скорбь. Мы должны найти что-то внутри себя, что похоже на то, что есть у другого человека, и прочувствовать вместе с ним. То, что называется войти в его туфли, войти в его стательное место. И, безусловно, все эти вещи необходимы для того, чтобы по-настоящему построить хорошее отношение, хорошую семью, хорошие близкие отношения с близкими вам людьми. Амин. То, что мы говорили с вами, это способность человека определить то, что происходит у него внутри, сделать это Акирута Мука и Малам Рикши, знать, что происходит у тебя внутри, и правильно действовать. Амин. Давай дальше. Скажите, посмотрите на эту карточку, какое вы можете дать название? Посмотрите, она задумалась. Как вы думаете, какое это чувство? Какое? Эдгар. Что еще? Все, что угодно. Первое, что приходит в голову. Ожидание. Это ожидание. Как вы думаете, что это? Кошка, которая смотрит на себя в зеркало. Это фантазия. Катя, она хочет быть в голове, она все время мечтает на кошку, но все время не счастлива с тем, что она на самом деле, и хотела быть кем-то другим. И поэтому она, в принципе... Какое это чувство? Как ты думаешь? Это удовлетворенность. А я думаю, наоборот, это заполняется на оценке. Она уверена, что она смотрит в зеркало и видит льва. Она думает о человеке. У этого плаката есть комментарий «What matters most is how you see yourself». Что-что? «What matters most is how you see yourself». Это комментарий к этому плакату. Можете перевести? То, что важно, это тот человек или тот, кто видит себя, а не как его видят со своим. То есть, если он видит себя львом, значит, он такой и есть. Если он ощущает, что он может, значит, такой и есть. То есть, можно определить это уверенность в себе, чувство уверенности в себе. Можно определить это... Можно определить, я не знаю, как еще. Скажите еще, предлагайте какие-то чувства. Все что угодно. Первое, что приходит в голову. «Есть к чему стремиться». Что-что? «Есть к чему стремиться». Амбиции, да? Мотивации. «Я хочу быть львом». «Я кошка, но я хочу быть там, какой я вижу себя сейчас». Аминочка, дай дальше. Что вы можете сказать этой картине? Посмотрите, что она изображает. Все что угодно. Это такая придуманная. Запутанная история. Посмотрите, вот нос, глаза. Обратите внимание. Это цельная картина человека. Он ощущает себя к цельным всеми собой. Мне кажется, это повседневность. Это посмотрите во выражение лица. Это два человека. Это не один человек. Это два человека. Почему они могут друг к другу приглядеться? Они могут приглядеться, потому что они совершенно… Посмотрите, у них все части отдельно. У них нет ничего вместе. Кто-то может дать название этому? «Они взаимосвязаны. Они связаны. Они взаимосвязаны. Если их скрепить в одно, это будет, да, такой шлемут. Единство. У них даже разрезы между одним и другим. Если их соединить в одно, это будет что-то целое». Смотри, ну здесь человек и здесь человек. Я думаю, что если каждый из них соединится сам с собой, если он соединится сам с собой, то это будет идеальное единение. То есть они абсолютно разделены. Амин. Давай дальше. Это то, о чем мы говорили, это управление эмоциями. Это способность управлять эмоциями и переводить их в другое состояние. Нам очень часто мы ощущаем себя плохо, нам грустно. На что-то задело, на что-то огорчило. Мы иногда, не знаю, я сажусь в машину своего мужа, слушаю новости и ощущаю, как на меня наваливается такая грусть, печаль, да, какая-то безысходность. Израильские новости, они редко приводят к чувству радости, к обулна, да, и редко приводят к какому-то оптимизму. Всегда есть какая-то вещь, которую ты чувствуешь, что она на тебя давит, да, ты ощущаешь себя нехорошо. И потом ты с этим настроением идешь дальше, да, и потом ты видишь еще одну вещь, которая тебя почему-то огорчила, и потом еще одну вещь. И постепенно ты приходишь к людям и переносишь свою грусть на других людей. Вы знаете, что чувства они очень заражаемы. Когда приходит веселый человек, мы сразу ощущаем ту радость, которую он нас заражает. Когда приходит грустный человек, мы ощущаем эту грусть, особенно если это родители, да, мать. Но родители очень влияют на своих детей. Если грустная мать, например, то грусть родит ребенку и своему мужу, да, и наоборот. То есть родители создают атмосферу. Может быть, другой человек, эмоции очень заражаемы. Мы совершенно непонятно, как вдруг ощущаем себя или радостными, или печальными, да. В тот момент, когда мы ощущаем, что у меня внутри, в груди есть грусть. У этой грусти, может быть, есть причина. Но я не хочу быть сейчас грустной. Я начинаю делать все, чтобы выйти из этого, да. Я могу поставить веселую музыку. Я могу взять книжку с бдихот, с разными шутками. Я могу поговорить с подругой, которая всегда поднимает настроение. Я ощущаю, что я работаю со своим состоянием. Вот это оборот. Я очень радостная. Вы знаете, очень часто радостные люди ведут себя радостно в печальных событиях. Если вы заметили, человек иногда приходит на похороны и начинает смеяться. Потому что таким образом он расслабляется, он разряжается. Он понимает, что есть какая-то ситуация, в которой он не знает, как правильно себя вести. И у него его эмоция, его перенапряжение выходит в виде смеха. И тогда на него странно смотрит, да, здесь так печально, ты смеешься. Это не потому, что ему весело, а потому, что он не знал, как иначе выразить свои чувства. Когда мы гневаемся, да, мы можем очень сильно разгневаться на человека и начать кричать. Кричать, вопить, стучать ногами. И другой человек в тот же момент закрывается. В тот момент, когда кто-то ощущает, другой ощущает, что у нас нападает, у нас отрабатывает тоже система защиты. Мы эту систему защиты отрабатывали много-много лет, десяток лет. Система защиты нам служила, когда мы были маленькими детьми, когда мы подрастали, когда мы стали подростками, когда мы взрослые. Без защиты человек ощущает, что он без кожи, да, он абсолютно раздетый в этом мире. И поэтому у каждого есть своя система защиты. Есть люди, которые защищены очень толстыми панцирями, да. И тогда они не могут ощутить ни положительные эмоции, ни негативные. Известно, что мы живем в мире, в полярном мире. Если мы не ощущаем, не можем, не позволяем себе выразить негативные чувства, мы точно так же не можем выразить и позитивные чувства. Человек, у которого очень много гнева, неудовлетворенности, печали внутри, он не может выразить нежность и любовь другому человеку. У него как тяжелая-тяжелая пробка, которая держит все позитивные чувства, прежде чем они выйдут. Поэтому в тот момент, когда человек начинает работать над своими чувствами, у него прежде всего начинает выходить вот то, что это все затыкает, да, все, что равнодушие, гнев, неудовлетворенность. И после того, как он освобождается от этого, начинает выходить нежность, любовь, преданность, радость, все позитивные чувства, в которых мы хотим жить. Поэтому прежде всего для того, чтобы по-настоящему открыть свои позитивные чувства, нам нужно открыться вообще и вытащить вот это очень много-много груза, тяжелого груза, который мы часто несем с собой с раннего детства, с более позднего детства. Кто-то обидел, где-то мы не удовлетворены, мать, родители не сделали то, что мы хотели. Очень много, очень много неудовлетворенности человек несет из дому. Слышал одного Рава, который сказал, чем занимается молодая пара после свадьбы. То есть есть версия, что они считают деньги, есть другая версия, что они рассказывают о том, как им было тяжело в доме родителей. То есть мы часто выходим с большой тяжестью из дома родителей, нам где-то не додали. И это не потому, что родители были плохими, а потому, что им тоже когда-то не додали, они тоже где-то недополучили. И у каждого в жизни есть какое-то свое испытание, и он должен его, то, что недополучил до родителей, он должен додать вам у себя уже в дальнейшей жизни. И это работа самого человека в этой жизни. И прежде всего чувство – это тот показатель, где мы находимся. Подходит нам то место, где мы находимся или не подходит. Если я нахожусь в месте, которое меня все время сдавливает, мне плохо в нем, я ощущаю, что на меня очень давит. У меня была подруга, которая я всегда, когда приходила к ней, ощущала, что она мной управляет. Я ощущала, что она создает определенную зависимость. Но у меня была внутри очень большая благодарность за какие-то вещи, которые она сделала для меня. И это меня ужасно путало. И в какой-то момент я услышала тоже на каком-то уроке, что если вы проходите мимо дома или заходите в какой-то дом, и вам тяжело от этого, вы должны быть подальше. То есть если это ваш личный дом, вам нужно сделать все, чтобы в этом доме вам было хорошо. Но если это дом людей, с которыми вы общаетесь, если это какое-то место, которое вам может быть на расстоянии, то вы должны это сделать. Ваше внутреннее чувство, вы должны соединиться с ним и определить, что там, где вы сейчас находитесь, не приносит вам радость. Она приносит вам грусть. Если вы можете быть подальше от этого места, вы должны там быть. То есть чувство, прежде всего, это внутренняя информация, это показатель того, где вам хорошо и где вам плохо. И если мы не соединены своими чувствами, то мы часто живем на истощении, мы истощаем себя, мы делаем те вещи, не которые по-настоящему нам важны, или которые мы хотим делать, а те вещи, которые от нас требуют вовне, и иногда это совершенно не подходит нам. То есть у нас есть возможность сказать да или нет определенным обстоятельством в силу того, что мы ощущаем. Если я нахожусь на работе, которая меня не удовлетворяет, и я прихожу туда только из-за денег, мне нужно взвесить, насколько мне это стоит, насколько для меня это важно, что я выигрываю, может быть, я больше проигрываю. И чувство в этом будет играть очень важную роль, потому что оно покажет мне, нахожусь ли я в правильном месте. Я хотела бы, чтобы вы дали название этим картинкам. Посмотрите, вам знакома эта картинка? Какое вы могли бы дать название? Предлагайте, все что угодно. Одна норелка души, диета, искушение, самолад, выбор здорового питания. Чувство, скажите чувство. Что делать? Чувство. Соблазн. Соблазн. Выбор. Попробуем найти чувство. И искушенным. Хотеть по-настоящему. Посмотрите, его глаза на пироге. Не на... Ну что делать? Вожделение. Вожделение. Любовь к пирогу. Это можно назвать любовь к пирогу. Да? Тяжелый выбор. Какие чувства еще? Страх. Страх. Это может быть страх. Страх поправиться. Страх быть нездоровым. Да? Это может быть... Но здесь нет особого страха. А что здесь есть? Хочу. Желание. Очень сильное желание. Любовь к пирогу. Мне кажется, здесь больше всего. Он смотрит таким, что никакое яблоко не может его отвлечь. Это твои пирога. Скажите, какое чувство это? Отсимательное. Какое? Любопытность. Любопытство. Страх. Что еще? Ну, предлагайте девушку. Меня здесь нет. Не уверена. Это может быть застенчивость. Это может быть любопытство. Это может быть... Что это может быть еще? Искушение. Любопытство, застенчивость. Это может быть страх видеть какие-то вещи. Это может быть нежелание видеть какие-то вещи. Что это? Это злость. Гнев. Злость. Эмоции. Желание доказать. Не слушать. Не давать место. Охорот. Охорот. Что это? Жених с теста. Жених с теста. Нахон, прежде всего, это ужасно гнев. Это гнев. Это злость. Это нелетворенность. Это много-много... Выпуск негативных эмоций. Да. Это какая-то концентрация негативных эмоций. Видите? С открытым ртом они кричат еще друг на друга. Что это? Это в каком-то плане боль. Это председатель боли. Как вы думаете, что это? Какое это чувство? Это свобода. Экварель. Это вдохновение. Это вдохновение. Это вдушевленность. Это свобода. Чувство. Чувство. Такая вдохновленность. Нахон? Да. Легкость, расслабленность. Амин. Это адреналин. Амин. Адреналин. Какое чувство это? Одиночество. Какое? Одиночество, серость. Я думаю, это просто наслаждение природой. Найти в ряду, быть сам собой. Отдохнуть. Сформулировать свои чувства. Спокойствие. Спокойствие. Прийти к себе. Внутри себя. Нахон. Это возможность немножко остановиться и услышать самого себя. Это именно то, что необходимо нам для того, чтобы понять самих себя. Это немножко отойти от этого бесконечного бега. От этого шума улицы. Побыть немножко самим собой. Расслабиться. Сделать дыхательное упражнение. Остаться наедине с самим собой хотя бы немного. И понять, кто я. Что я хочу от себя, от жизни, от других людей. Мои желания, мои амбиции, мои чувства, мой полёт, моё вдохновение, моя ненависть, моя радость. Понять, что это всё я. Что я — это не только какое-то розовое существо, которое должно только радоваться миру и которое на всё должно говорить, как это прекрасно, замечательно. Great, beautiful, gorgeous. Как это всё хорошо. А есть и боль, и мука, и страдания, и печаль, и радость. Это всё происходит внутри нас. Чем яснее мы поймём, что происходит с нами, тем более гармонично мы будем реагировать на окружающий мир. Мы будем знать, что это вещь, которая приносит мне радость, я должна её больше увеличить в своей жизни. Это вещь, которая забирает у меня силы, я должна убрать её в своей жизни. Это вещь, которая даёт мне много энергии, я мне хорошо с этим, это человек, который меня заряжает энергией, это человек, который поднимает, открывает мне голову, даёт мне вдохновение. Это ситуация, это люди, которые открывают мне сердце. Или наоборот, это то, что меня принижает, пригибает, это то, что я не могу быть тем, кто я есть. Потому что по-настоящему человек, по-настоящему нефушь человека — это его чувства, это его переживания, это его связь с головой, с его личностью, и связь с самим собой, да, это единение и головы, и чувства, и его поведение, это он. И он прежде всего должен понять, кто он. Что я хотела бы вам сейчас показать, ещё маленький фильм с детской, сделанный с детской книжки. Я хотела бы сначала прочитать, сейчас, можно включить свет, там есть дальше Цепура-Нефиш, вы можете мне их поставить, сделать, Цепура-Нефиш, после интеллигенции, после, здесь, здесь, в дисконке, а, именно, в дисконке поставьте Цепура-Нефиш. Я хотела бы сначала его до нее дочитать, а потом вы видите, наверное, слышите, не имею, это моя. Это моя дочка, это Эстия. А Эстия? Да, да. На дисконке ты имеешь Цепура-Нефиш, ты не видишь ее? Вернись к ней. Подождите, я не пойдусь поднимаю. Дисконка, нет, вернись к самой дисконке, есть Цепура-Нефиш. Нет, флешка. Флешка, флешка, я просто не знаю. А, это вот. Там, где, там, где, там, где, там, где Сратим, да, да, Сратим, здесь. Какая из них? Там должно быть, там написано Цепура-Нефиш, ты можешь прочитать, сейчас я посмотрю. Ты можешь посмотреть, Урочка? Зайди в дисконке. Там, где Сратим, может быть, она вошла в Мацагот, может быть, она вошла в Мацагот. Посмотри в Мацагот, там должен быть Цепура-Нефиш. Да, дай, дай, дай. Вот, вот, возьми Цепура-Нефиш, да. Я хочу сначала, по четыре реча, я хочу прочитать вам. Глубоко, глубоко в теле живет душа. Я хотела бы вам все раздать, чтобы у каждого это было. Раздай, это несколько. Музыка, можно громче? Можно громче? Можно потом отпечатать? Вот есть еще. Можно, мы потом отпечатаем еще. Глубоко, глубоко в теле живет душа. Ее еще никто не видел, но все знают, что она есть. И не просто знают, что она есть, но и знают, что в ней. В душе, в сердцевине стоит на одной лапке птица, которую зовут птица души. И она чувствует все, что чувствуем мы. Когда кто-то ранит нас, птица бьется, бьется душа в нашем теле, бросается в одну сторону, в другую, мечется, терпит тяжкую боль. Когда кто-то любит нас, птица прыгает маленькими веселыми прыжками. Вперед, назад, туда и обратно. Когда кто-то зовет нас по имени, птица души внимательно прислушивается к этому голосу, чтобы понять, зачем нас зовут. Когда кто-то сердится на нас, птица души замыкается в себе. Она тихая и грустная. Когда кто-то нас обнимает, птица души, живущая глубоко-глубоко в теле, растет и растет. Так, что заполняет почти все пространство внутри нас. Так ей хорошо в объятиях. Глубоко-глубоко в теле живет душа. Ее еще никто не видел, но все знают, что она есть. Ее еще никогда-никогда не рождался человек, у которого бы не было души. Потому что душа входит в нас в тот момент, когда мы рождаемся. И не покидает никогда, пока мы живы. Подобно воздуху, которым дышит человек. От момента рождения до момента смерти. Конечно, вы захотите узнать, из чего сделана птица души. А это как раз очень просто. Она состоит из множества выдвижных ящиков. Их нельзя выдвинуть просто так. Потому что каждый заперт на ключ, который открывает только его. И только птица души может их открыть. Как? И это очень просто. Второй лапкой. Птица души стоит на одной лапке. А другой, которую обычно поджимают в час отдыха, она поворачивает ключ того ящика, который хочет открыть. Тянет за ручку, и все-все, что находит там, свободно выходит в тело. И поскольку все, что мы чувствуем, имеет свой ящик, понятно, что у птицы души масса ящиков. Радость, грусть, зависть, ненависть, нежность, разочарование, чайня, надежда, нервозность, терпение. И ящик для самых сокровенных тайн. Это ящик, который почти никогда не открывают. Есть еще ящики. Вы можете положить туда все, что захотите. Иногда человек может выбрать для себя и показать птице, какие ключи поворачивать и какие ящики открывать. А иногда птица решает за него. Например, он хочет молчать и говорит птице выдвинуть ящик молчания. Но она решает выдвинуть ящик речи. И человек говорит и говорит, не желая того. Или другой пример. Он хочет внимательно слушать, а она выдвигает для него ящик нервозности. И он нервничает. А бывает, он завидует без намерения делать это. А бывает, он мешает, именно когда хочет помочь. Потому что птица души не всегда дисциплинированная птица. И иногда причиняет ему неприятности. Теперь уже можно понять, что каждый человек отличен от другого. Из-за птицы души, что внутри него. Птица, которая открывает каждое утро ящик радости, радость льется из него в тело человека. И он радостен. А другая птица выдвигает для своего человека ящик гнева. Гнев изливается оттуда и захватывает человека всецело. И пока птица не задвинет ящик, гнев человека не утикнет. Бывает, что птица открывает неприятные ящики. Скажите, какие неприятные ящики вы бы выдвинули? Птица, которая хорошо выбирает ящики, которые ее радуют. Скажите, какие ящики радуют вас? А самое главное, это внимательно слушать птицу. Потому что бывает, что птица души зовет нас, а мы не слышим. Жаль, она хочет рассказать нам о нас самих. Она хочет рассказать нам о чувствах, которые заперты в ящиках. Тех, что в ней. Некоторые слушают ее часто, некоторые слушают ее редко. А есть такие, кто слушают ее только раз в жизни. Поэтому стоит, может быть, поздно ночью, слышать птицу души, которая внутри нас, глубоко-глубоко в нас. Так что я хотела бы дать вам, как домашнее задание, я хотела бы вам дать почувствовать, услышать свою птицу, свою душу, цепора нефиш. И почувствовать действительно эту радость и боль, которая глубоко внутри вас. и постараться ее вытащить, поговорить, написать. И понять, что она у вас есть, этот цепор и нафиг. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...